Комментарии такие, играем очень хорошо, в принципе, даже претензии предъявятся. 8 человек, которые вообще претензии предъявятся. Претензии предъявляют двух центральных защитников, это Гадран и Болодис, которые сегодня отвратительно сыграли. Команда соперников вышла два раза на наше половинное поле, два раза, и забыли два гола. А мы создали 550 моментов, поэтому, что тут, какой комментарий. Конечно, последний секунд, то, что забыли второй гол и вытащили эту игру, сыграли 2-2, это радует. Но все нам, конечно, очки потеряли, потому что если взять контроль мяча, давление на соперника, моменты, которые мы создали, и сыграть 2-2, это, конечно, большой для нас урок для того, чтобы с первых секунд надо быть сконцентрированы. Я еще раз повторяю, это касается двух центральных защитников, остальные ребята просто прекрасно сыграли. И для этих двух центральных защитников это будет очень хороший урок, чтобы они должны понимать, что они не должны так выпадать. Сегодня они оба выпали. Поздравляю, БФЦ хорошо боролись ребята, молодцы, убивались на футбольном поле. Тяжело было их скрыть, потому что практически вся команда ворота стояла и видели это все. Поэтому претензии так такова к игрокам абсолютно нету, честно вам говорю. Но, конечно, 2-2 то, что с играли, это очень большой. Претензии. 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 Прикольно. Прикольно. Футболист, который удивил, такого нет. Мне даже не то, что удивили. В Долгополь всегда такая команда с желанием большим. Я там долго работал, я знаю, что там менталитет такой бойцовский. Поэтому ничего удивительного нет. Мы, в принципе, по сценарию, то, что произошло сейчас на футбольном поле, по сценарию мы все рассказали. Последние 3-4 дня готов нас к БФЦ. Потому что мы прекрасно это знали, какая команда, как они обороняются, как они убиваются на футбольном поле. Поэтому это мы знали. В принципе, ничего нового нет. А так, конечно, в каждом позиции ребята, которые вышли из БФЦ, вышли как на войну. И мне это очень симпатизирует, потому что заслуживает такие команды симпатии. Потому что, когда команда на футбольном поле максимально все дает, то это похвально. Так конкретного футболиста не могу отметить. Потому что, в принципе, в принципе, в таком случае, они не забыли заметить, если там не будем считать цели, они будут оттекать, которые забыли голу. Вопрос. Петеннеку. Риндовались какие-то паспортеидцы. Те, наверное, это не паспортеидцы. Мы знаем, как много паспорта Каунец. Я думаю, что сегодня они все как один изглали кара. Это было очень добро ремонтировать. Спасибо. В первую очередь, хотел бы сказать огромное спасибо футболистам за самоотдачу и тактическую дисциплину в игре. Тот план на игру, который у нас был, в большей степени удалось реализовать за счет высокой концентрации и самоотдачи футболистов. Были ошибки индивидуального характера, которые немного разрушали нашу структуру. Но в целом больших претензий предъявить не могу. Эпизод с последним, со вторым голом, конечно, разберем. Есть подозрения, что кто-то не был в своей позиции. Но это уже после того, как видео посмотрим. В целом, конечно, готовились к тяжелой игре. Понимали, что инициатива и соперник все равно завладеют. Поэтому мы ее с первых минут отдали и концентрировались уже непосредственно на игре в центре поля, на пространстве между линиями, чтобы лишить соперника преимущества и возможности развивать свои атаки. И в целом план в большей степени удавался. Во втором тайме, особенно когда повели 2-1, соперник перестроился и нам пришлось тоже реагировать. Поэтому уже ширину пришлось закрывать непосредственно в линии обороны. И я считаю, что получалось. И в штрафной мы справлялись с давлением. Удача была на нашей стороне. И в стороне это тоже надо отметить, так как пару эпизодов было очень острых. Но в целом, конечно, мы сейчас немного расстроены. Но если эмоции убрать в сторону, то результаты в большей степени удовлетворены. Еще раз спасибо футболистам и спасибо зрителям. Хоть игры проходят без зрителей, но за счет стадиона и такого вот забора удается атмосферность игры создать. За это тоже болельщикам большое спасибо. Субболистам и спасибо. Субболистам и субболистам, которые были аккортины, которые были аккортины. Субболистам и субболистам и субболистам. Субболистам и субболистам. Валмире, вы можете сделать это в результате? Субболистам, субболистам? Негативно не позитивно, но, конечно, мы видим первую очередь, команда играет атрофутбол, он хочет контролировать бумбу, но не только контролировать, но не только контролировать, но и претинику в арте. Валмера команда играет позитивно и тренера. Они очень хороши, они хотят играть агрессивно, играть с бумбами и играть с арте. Это позитивно. Продолжение следует...